тот же быков дмитрий львович часто говорит о склонности российских властей к культизму мистики и прочему вот какой-то связи с потусторонним ну или по крайней мере вот веры во что-то такое да что существует и вот в этом контексте может быть путин правда боится шамана настоящего не может быть а правда боится ну ты простой человек работяга когда я тебе скажу я это не просто будешь я шаман нет природа сказала иди россия грязная зла много отещай по дороге всю россию то уровень и этот масштаб преследований и вообще искать всех этих мероприятий в отношении шамана габышева они все вместе показывают что да такая проблема есть что есть эта склонность есть эти какие-то страхи по всей видимости тут крови очень много фото саши уже кровь лежит здесь тоже все кровь что-то что-то тут произошло здесь кровь я читал эти приказы министра внутренних дел якутии о проведении вот этого мероприятия по его задержание там на таком уровне да на таком уровне министра внутренних дел якутии и дальше были распоряжение начальника росгвардии по якутии и распоряжение командира омона я долго шел к осознанию и к тому чтобы поверить вот в эту историю что действительно испугались именно каких-то шаманских ритуалов и так далее но я вот к этому уже сейчас вот за все четыре года работы по делу шамана я уже абсолютно убежден в том что в основном он их пугает настораживает не потому что он общественный деятель и так далее а именно ввиду того что он заявлял о каких-то ритуалах который он готов провести на красной площади вот еще плюс ко всему я уж не знаю что здесь первое что второе что самое страшное что нет к это то что люди с таким иррациональным сознанием принимают какие-то решения самое главное у них там на всех есть возможность доступа к ядерным арсеналом вот это вот меня настораживает очень сильно пугает и всем надо насторожиться испугаться я считаю алексей прянишников 47 лет родился вырос в томске работал юристом в одной структур нефтяной компании юкос позже ушел в правозащиту ведет телеграм-канал пряник хаус вот отрывок из описания канала помогаю людям подвергающимся преследованием на гражданском языке объясняю где мы все находимся и как оттуда выбираться конец цитаты вот у нас сейчас много принято говорить о том когда же у меня открылись глаза на то что происходит в россии у меня они открылись ну так сказать открываться начали где-то году в 2002 или не помню какой то точно был может 2001 когда вернулся гимн ссср действительно мы многого добились советское время и я далеко не отношусь к категории людей которые все ахайвают давайте не будем сбывать я вернул гимн советского союза в качестве гимна российской федерации когда они приоткрылись окончательно конечно не открылись когда случился 2003 год михаил ходорковский был арестован 25 октября 2003 года по обвинению в хищениях в особо крупном размере не уплате налогов в то время этот 40 летний харизматичный бизнесмен был одним из богатейших людей его личное состояние основа которого была заложена во время приватизации считалось самым большим в россии что касается ходорковского то вор должен сидеть в тюрьме есть суд он у нас как известно один из самых гуманных в мире это его работа и я исхожу из того что доказано судом в десятом году я был свидетелем страны защиты на процессе так вот я просто рассказывал опровергал все эти доводы обвинения своим показаниям пытался опровергнуть естественно что как можно все украв при этом тратить например на социалку еще что-то ну вот так вот постепенно собственно этой стране остался я довольно упор ты в этом плане человек плане убеждений и всего остального по поводу суда гавши летели едем а в какой момент вы попали в это делать когда вы оказались в деле когда его задержали впервые в сентябре 2019 года вот как-то у нас сразу какая-то вот связь установилась мне мне не сказать что как-то его было жалко ну да отчасти какая-то вот ну не назвать жалостью но какое-то переживание за него душевное вот прямо такое где-то внутри что-то вот ёкнуло он очень мягкий очень такая речь с одной стороны хорошо поставлены за с другой стороны довольно простая и мягкая и ну какое-то вот взаимное доверие сразу появилась и но вот все и уже как говорится и приросли он душевный в нем есть это душа в нем есть гуманизм правильные мысли которые выражает пытается доносить вот это самое главное еда в среде мы где-то раз в месяц не видеть вот мы видим да что человек находится целиком полностью власть врачей психиатров а врачи психиатров са в свою очередь тоже находятся чьей-то власти суть по всему здесь постоянное стабильное поведение у александра никаких всплесков не бывает также вот с врачами пообщались не было никаких конфликтов ни с персоналом не с другими пациентами безусловно мы здесь имеем дело с тем что врачи свое решение принимали не самостоятельно так же как и суд принимал свое решение самостоятельно то есть по-прежнему есть какие-то силы которые желают того чтобы он по-прежнему оставался психиатрических больницах когда это все началось я в первый раз услышал про шамана что человек сележкой там вышел из якутской тайги и пошел там свергать путина это было даже смешно конечно когда он дошел уже до 4 там уже стало видно что это не просто какой-то одинокий шаман с печкой идет а это сила уже ну в общем сценарий был заранее уготован такой что сначала они запустили врача психиатра там же в сценарии в этом было прописано что вот габышев врачу психиатру не открывает дверь 12 января 21 года якутский шаман габышев собирается в новый поход на москву 21 января 21 года полицейские увезли габышева в псих диспансер это было 55 человек в этом задействовано по вот этому официальному приказу мвд были перекрыты близлежащие дороги отрублен интернет собственно говоря вот так вот а его задерживали в тот момент где он находился собственно дома в якутске а то в частном доме но при этом в общем как всегда все не обошлось без идиотизма который выразился в том что но собственно там на месте присутствовал съемочная группа пресс-службы мвд якутии и сделали все наоборот они залезли через забор первыми открыли калитку завели врача проинструктировали и после этого она пошла общаться через дверь с габышев то есть в общем и врач и сотрудники полиции в суде утверждали обратно что врач сначала пришла и добилась взаимности от александра и не спустил потом она вызвала полиция полиция короче как-то там внучка за детку бабку за репку короче вот это вот да они рассказывали это все вместе а потом сами же со своей дурости в материалы дела в сунули видеозаписи своей же пресс-службы которая вела вот эту всю запись этой операции изначально была пресс-служба да изначально была пресс-служба да то есть нормально пресс-служба приезжает самого начала и вот в этой записи как раз пресс-служба и был то запечатлено как они перелазят через забор как они инструктируют врача что ей говорить как себя вести она после этого по их приказу идет стучит в дверь и так далее он еще подошли сотрудники а это по-моему уже омон да омон как минимум все что там наснято но при нормальном объективном беспристрастным суде позволит полностью снять с габышева вот эти все сказать то что в чем его пытались обвинить то что применял насилие к сотрудникам разговора и так далее потому что там все наоборот больше часа ждали теперь будем подавать апелляционную жалобу приморский краевой суд 12 сентября 23 года уссурийский районный суд отказался перевести шамана габышева на более мягкий режим лечения я вот здесь замечу да что это было ходатайство психбольницы о переводе уже не первое это уже была одна попытка была в прошлом году летом напомню габышев попал в уссурийск в апреле 22 года и собственно говоря как и врачи психбольницы спец типа с интенсивным наблюдением в новосибирске уссурийские врачи тоже как-то заметили что в общем это не их пациент и тут вдруг вот заявляет прокурор и краевой суд соглашается с этим что да не доказано отсутствие общественной опасности а как доказать ну то есть вообще это из области логики обычные что какой-то отрицательный факт доказывать никак деле два противоречивых акта от свидетельства в одном он хороший не нуждается в дальнейшем таком лечении а в другом плохой он уже плохой интервал две недели на две недели там меньше двух недель с момента первого акта мы просили о назначении судебно-психиатрической экспертизы было отказано мы считаем что это вот достаточно серьезное нарушение было допущено судьей бабушкиным дмитрием юрьевичем тебе и бабушка при этом все и прокуроры и судьи пошли по такому пути что начали вмешиваться в сферу медицины то есть давать какие-то оценки которые могут давать только врачи ну в общем это вот еще один такой плюсик вот в ту вот эту вот записную книжку эту строчку где вот мы рассуждали о вот этой вот мотивированности этого дела а то о том что боятся его там так далее кстати вот не тут еще одну из подсказали вещь когда я был уссурийский что якобы вот в это вот в этих вот традиционных верованиях этих якутских есть такой момент ну или в шаманизме там даже что якобы чем дольше шаман находится вне своей земли тем меньше него остается эта энергия и вот он в общем то тем самым нейтрализуется что вот мол почему его не пинутом не так озвучивали почему его не хотят переводить в якутск чтобы он не оказался на родной земле хоть и психушки но вот связь с родной землей там так далее и вот дескать ради этого его там и продолжают содержать и на самом деле странно это все ну то есть можно подумать что я сошел с ума да если не проследить за всем делом там от начала до конца но ведь это реально странно врачи в уссурийские не говорят о том что его надо выписывать на свободу чего бы вы боялись врачи в уссурийские говорят о том что его нужно перевести в больницу общего типа и так это складывается что больница общего типа она должна быть по месту нахождения по месту жительства этого человека ну то есть просто почему он находится в уссурийский потому что по месту прописки нету больницы спец типа мне уже даже люди подсказывают так вы привезите земли туда из якутска в уссурийск алексей а вы верите шамана его способности вот в голове нет души я сейчас вообще без ирония вот честно все равно буду продолжать оставаться в этом плане и рациональным человеком я не про способности и про какие-то колдовские чары я просил человек я верю в его силу как вот именно человеческую и как личности он очень мощный в этом плане как бы вот он как человек довольно большую энергию какую-то излучает собственно говоря вот в это я верю свободу шаману габышева с таким плакатом в петербурге возле исаакиевского собора силы ки задержали никиту линника молодого человека доставили в паль в отдел полиции ничего удивительного этом нет что до сих пор кто-то выходит и помнит потому что но на мой взгляд да наверное не только на мой взгляд я это ощущаю и вижу по той поддержке которая идет нам в работе по делу габышева что он является каким-то очень ярким примером самопожертвования ради того чтобы показать людям что не все потеряно что нужно как-то сопротивляться протестовать это неправда он не псих больной кто кто говорит правду тот человек всегда то псих то дурак то какой-то не такой все чего-то боимся боимся что люди подумают боимся своих мыслей а александр габышев то что мы думаем внутри себя александр габышев все это говорит лицо как вообще оцените его поступок его слова правильно по этому воде вышел поддержать а как относится тому что ему поставили диагноз неправильно конечно поставили вы не верить свободу александру габышеву я честно говоря вот уже когда шли суды по уголовному делу и либо потом там дальше этих судебных заседаниях многочисленных с которых мы уже сбились со счету по продлению вот этого принудительного лечения я грубо говоря в каких-то определенных ситуациях предлагал ему занять такую нейтральную позицию чтобы это каким-то образом помогло вот в этом деле его освобождение на что он мне ответил так вот подытожим наш несколько разговоров на что он мне ответил что если я изменю свою позицию если я об этом как-то заявлю и покажу то я подведу людей ну вот молодого человека который вышел с плакатом свободу габышева это был у него одиночный пикет в общем ну на мой взгляд по лайту отпустили до составили вот этот вот протокол это вот мисс местный куб питерский статья 8.6.1 это коронавирусное ограничение ну это тоже довольно такая уже сложившаяся практика да как у нас ведь одиночный пикет никаким образом не запрещен не нужно никаких подавать уведомлений или еще что такое это все 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 прекрасно то знают в полиции так далее но наказать то надо потому что плакат шаман габышев там не тот шаман певец вот этот вот шаман настоящий но надо найти статью за что наказать потому что ну как же наказать за одиночный пикет как за таковой нельзя вот опять на помощь приходит старый добрый коронавирус запустили бот для сообщений о юридических проблемах связи с незаконной мобилизации публикациями с антивоенной позицией перемещением вас ваших близких граждан украины в россию и так далее имеем возможность помогать в любом регионе россии бесплатно вы 19 марта и потом я увидела повторный был пост у вас телеграм-канале от 4 июня по поводу бота для сообщений о юридических проблемах вот это работает в смысле того что удается ли помогать реально удается помогать и реально есть такие случаи вот собственно то чего мы боялись сглазить все последнее время даниил пименов все-таки оказался на свободе 3 июня 23 года на московского активиста завели уголовное дело за то что он распылил газовый баллончик в напавшего на него силовика этот полицейский пришел домой к даниилу пименову с предостережением из-за акции 4 июня в поддержку навального я считаю что учитывая категорию дела это вот так называемые политические дела учитывая вот эту сложившуюся практику по делам о применении насилия к сотрудникам полиции хотя он провел в сизо три месяца с лишним это тем не менее вот такой результат выход со штрафом 25 тысяч рублей которые то не стали взыскивать поскольку даниил находился в сизо это на сегодняшний момент в общем в нормальных условиях бы приравнивалась к оправдательному приговору так даниил пименов слева с адвокатом анрица скорейшвили справа первые минуты на свободе где-то может быть система зубы разжала и сказать там отвлеклась на что-то другое или еще что такое как вам это удалось методом убеждения в общем там ситуация такая была довольно простая в общем до этому сотрудники по сотруднику полиции досталось вот этой вот струей какого-то типа слезоточивого какого-то вещества и там изначально было квалифицировано это более жестко чем это положено потому что там но уж нету никакой угрозы жизни в данном случае и здоровье даже потому что 10 минут плакал и и все нормально дальше со зрением ну и соответственно вот такими методами убеждения удалось пришло прийти к тому что это на самом деле не то деяние по которому изначально это было квалифицировано какого убеждали в следствии в данном случае и потом провели экспертизу которая установила что ну ничего страшного не произошло в плане здоровья угрозы жизни еще что-то вот этот сотрудник полиции ну вот собственно никуда не денешься нужно переквалифицировать очень на самом деле все равно какой-то остается такой вот зазор в этом во всем что ну когда нету контроля 24 на 7 каких-то там жестких указаний сделать так то и так то квалифицировать так то и так то как случае с шаманом то в общем удается как-то правильно настроив человека прежде всего вот подзащитного на эту работу удается ну с какими-то минимальными потерями выйти по сравнению с тем каков мог был быть срок опять же с учетом где тех дел которые есть даже вот в нашем багаже это есть вот например артем загребельный из красноярска так вот ну да это успех 22 октября 20 год суд дал 8 лет колонии красноярцу он распылил перцовку в сотрудников фсб отбивался от неизвестных нападавших они оказались оперативниками в штатском и пытались задержать артема якобы за связи с украинскими пранкерами там изначально удалось сократить срок там кстати такая же история что вот с пименовым там только лишь немножко более все закручено изначально было тоже экспертиза которая указывала на то что это никак не вторая часть не тяжелая вот этой 318 статья первое потом это экспертиза никто кстати не парился ее убрать заменить там есть и она и тут же этим же экспертами подписана другая экспертиза который говорит о том что якобы причинен серьезный вред здоровью и там вообще потерять трудоспособности какая-то была жесткая хотя на самом деле эти опера в этот же день и загребельного допрашивали и его жену допрашивали и угрожали сидели там всякой фигней и в общем ничто им не помешало продолжить свою работу но тем не менее вот в заключениях это было указано там просто был такой маневр применен в общем не признавая вины но тем не менее видят что есть заключение что глазки пострадали но была направлена компенсация да была направлена компенсация этим двум операм там был почтовым переводом это отправлено как бы ну вот некая сумма денег да судья учла и вот как бы было снижение потом дальше у артема там все более менее так в колонии продолжалось он какие-то профессии получал там по мдве или три получил одна из них сварщик или еще что-то там такое было но тем не менее смотря на все учитывая персоны потерпевших по делу в общем накатали ему там каких-то взысканий или еще чего-то сейчас по факту по сумме артема осталось сидеть по месяцев 7 то есть он выйдет в начале вот выйдет в двадцать четвертом году когда его приговаривали мы и когда вот это было изменение срок уменьшения мы вот сидели и смотрели на эти даты рассчитывали и думали ох как это будет не скоро наверное все сильно поменяется слава богу что наверное ли может выйдет пораньше или выйдет в другой стране но нет похоже все там же находимся мы там же даже в худшем месте уже чем находились там например в двадцатом году я лично для себя так поставил что во первых когда мы защищаем кого-то вот по политическому делу мы должны до видеть впереди цель это свобода и к ней идти соответственно в рамках этого должны делать все что необходимо для того чтобы вот бороться за человека где-то там что-то из бот приходит какие-то просьбы где-то просьбы приходят уже но по опыту что люди знают что вот например все что связано всех больницами но вот стоит обращаться туда-то и туда-то к вам либо да но то есть как будто как-то вот так вот волонтеры которые занимаются эвакуации из россии граждан украины которые по тем или иным причинам внезапно вот оказались в россии после февраля 22 года обратились ко мне изначально это было наверное конец января начало февраля две тысячи двадцать третьего года соответственно и вот дальше они меня свели с сыном ирины который проживал на тот момент и проживает сейчас в харькове и мы с ним начали вот это взаимодействие по оформлению необходимых документов там в украине для того чтобы ирину можно было вывести из россии в украину ситуацию осложнялась тем она в общем-то всегда такая с гражданами украины незаконно перемещенными в россию тем что у нее не было удостоверение личности ну то есть как утверждали врачи психбольницы якобы оно где-то было утеряно никто не знает где ей неоднократно делалось предложение о вступлении в гражданство россии что якобы как это должно было быть ключом к тому чтобы она вышла из больницы оказалась на свободе вряд ли это могло произойти я думаю что скорее всего это был обман потому что сразу был я уверен практически что сразу после того как она сделала все необходимые действия для вступления в гражданство россии и и вопрос направили психоневрологические интернаты она там находилась неизвестно сколько и вот для того чтобы как-то аргументированно разговаривать о том что вот мы представители надлежащие надлежащие уполномоченные представители человека и что вот личность этого человека подтверждается нужно было в украине сделать документ его называют белым паспортом официально называется свидетельство для возвращения в украину с этими документами уже можно было общаться с психбольницей о выписке ирины приехали туда с доверенностями с кучей всяких документов чтобы уже как говорится не отмотались прибыли туда сюрпризом то есть никто никого не предупреждал было мало времени объективно в больнице как-то выкрутиться они я знаю согласовывали вопрос ее освобождение с миграционной службой но видимо то есть нужно было согласовать что потенциально гражданин россии у них убывает все таки не получится вниз вниз добиться от нее вот это выступление гражданство ну вот собственно там два-три часа ушло на все эти согласования перед согласованием и отпустили и на частный скорой помощи выдвинулась она из этого энгельса саратовской области и в общем через там сутки наверно после этого уже было в харькове месяц и ну ну и еще такой момент понимая да что все таки а за хотя бы даже из статистики да что вытаскивать на свободу людей становится тяжелее и тяжелее и эти случаи буквально единицы тем не менее мы должны продолжать помогать людям хотя бы в плане облегчения их бытовых скажем даже так условий пребывание в этих вот местах лишения свободы психбольницах и так далее то есть становиться уже не просто юридическим ким защитниками а еще и плюс ко всему показывать в том числе всем этим товарищам которые стоят на противоположной стороне администрациям всевозможных сизо больниц исправительных колоний что человек не брошен что вот есть люди которые о нем заботятся что он имеет с ними сказать какую-то обратную связь взаимодействие и это очень часто на мой взгляд людям помогает но все элементарно обычные человеческие отношения то есть в каких-то ситуациях просто грубо говоря какие-то вот эти представители каких-то администраций больниц психиатрических и либо сизо просто видят что у человека есть адвокаты что ему передают передачи присылает посылки адвокаты работают с ним поэтому здесь вот это очень важно управлял сейчас посылки это такая ежемесячная там иногда даже по два раза в месяц процедура у нас если возникают какие-то нужды всегда управляем что-то покупаем и обеспечим он там будет чтобы хоть как-то там сгладить эти условия пребывания так первое ваше спасибо когда у нас был суд у александра в июле 21 года можно сказать его последним словом было то что он просил не помещать его псих в больницу а отправить в тюрьму в колонну потому что в отличие от тюрьмы от лишения свободы когда ты знаешь хотя бы конечный срок ну конечно же если исключить то что тебе там еще могут что-то намотать несколько сроков по пути то психушке этот конечный срок неизвестен их выводят на продукты один раз в неделю на 25 минут в палате их там 8 человек окна не открываются естественно все там люди с серыми лицами мне кажется любого здорового человека поместить такие условия через какое-то время он уже будет не совсем здоровым что касается что удается что не удается в плане бытовых условий там еще чего-то да есть определенные подвижки такие за счет того что во первых он сам себе располагает очень всех людей во вторых так как то мы в общем довольно конструктивно общаемся с врачами всегда и вот например сейчас мы с ним разговаривали не так давно по телефону там нас с ним договоренность раз в две недели созваниваться у него сейчас поменялось там он говорил что по моему трипом прогулки в день в день в неделю по 20 или 30 минут что такое то есть оттуда есть возможность звонить и туда есть возможность звонить у нас с ним ну вообще там формально установлен день для звонков вторник у нас с ним есть договоренность что по скользящему графику ключи идем что один раз он звонит с родственником сестре там родной либо еще кому-то из друзей из родственников и один раз мне очень многие же всегда говорят вот а зачем вы этим всем занимаетесь но ведь и так же все понятно и так далее нет надо все это накапливать кстати говоря прежде всего еще и потому что точнее не потому а для того чтобы не не дать возможность оппонентам говорить в случае чего а вот посмотрите защита ничего не обжаловала капшек ничего не обжаловала значит она их все устраивает все законно все несмотря на все бесполезности вот этих всех действий по обжалованию так далее тем не менее их надо делать потому что дура копится бумажки копится в делах дела стоят на полках и в архивах и рано или поздно это все это повернется чтобы человеку чисто имя и тацию можно было восстановить вас в телеграм-канале есть его голосовое сообщение можете сейчас поставить и прочитать что-то вы там писали еще по-моему а я писал это да это голосовое сообщение было незадолго до ареста в двадцать первом году ну я тут так прокомментировал что-то не сбывается пока видимо мы не в то верили а вот само сообщение оно звучало вот так видите ребята и все сбудется вы верите ну видимо да поэтому этим и занимаемся тем чем занимаемся на сегодняшний момент потому что без какой-то определенной веры конечно не нужно этим заниматься и ради такой какой-то автоматической работы да там еще чего то нет ради денег это тоже не та история в общем все равно как какое то есть ощущение что делаешь что-то полезное что поменяет всю ситуацию все и на сегодня плачевную печальную такую которая есть лучшую сторону 22 ноября 23 года телеграм-канал пряник хаус сегодня шаман александр габышев отмечает юбилей 55 лет чувствует себя хорошо готовится к заседанию суда благодарит всех за поддержку сказал что все будет нормально правда не сказал когда сохраняет интригу